Так, ладно, есть кое-какие не очень-то крутые новости, не то чтобы я был удивлен, потому что мы подозревали, что это потенциальная проблема, но все равно, тем не менее, не очень-то рад выяснить косяк про Face Unlock на новом S10, S10+, не настолько безопасный, менее безопасный, чем я надеялся он будет. Когда ты устанавливаешь Face Unlock на этом девайсе, тебе появляется предупреждение, эй, не очень-то безопасно, лучше использовать отпечаток пальца, сканер отпечатков здесь, можно немного промахнуться, не лучше из всех, что я пробовал, он под экраном, так что нужно принимать этого внимания, он не на уровне, скажем, конденсаторного сканера, что есть на заднике какого-нибудь другого девайса, он не на том уровне, по моему мнению. Тогда Face Unlock становится соблазнительным вариантом, и я использовал 101+, я использовал раньше оптические Face Unlock'и, но затем приходит Уилл и говорит, да я просто сломаю твой Face Unlock, не плевать, что он заблокирован, я могу зайти в твой телефон по желанию. Я говорю, боже, Уилл, во-первых, агрессия, нетипичная для твоего характера, но окей, ладно, давай попробуем. Итак, он открывает, это только что произошло, кстати, он открывает видео Unbox Therapy с Ютуба, держит его перед моим телефоном, я никак не менял мое регистрационное лицо для него, и бум, мой телефон разблокируется. Куда проще, чем я был бы рад, до такой степени, что я даже задумался, а нужен ли мне Face Unlock, потому что, очевидно, мое лицо можно встретить на видео по всему интернету. Итак, мы попробуем провести демонстрацию, я постараюсь воссоздать то, что только что произошло внизу, и показать вам, насколько Face Unlock менее безопасен, чем вы могли ожидать. Вы можете использовать просто видео, фактически, буду использовать собственное видео с Ютуба на другом телефоне, чтобы разблокировать S10, который я использую, тот, на котором регистрировано мое лицо. Итак, это Galaxy S10, стандартная версия, здесь включен Face Unlock, сканер отпечатков тоже. Итак, этот телефон Уилла, Pixel 3, такой вот набор простой хакера. Итак, запускай на нем видео, делаем полный экран. Видите, это мое лицо. Даже не лучшее изображение, потому что часть лица в тени, из-за кепки. Так что я был удивлен, когда он сказал, что может разблокировать мой девайс. Надо убедиться, что яркость на полную, да. Так, теперь я блокирую этот телефон, подношу мое видео, надеюсь, Джек сможет это запечатлеть. Держу видео вот здесь, телефоны относительно близки друг к другу. У тебя было вот так, Уилл? Вот и все. Снял, Джек? Итак, поворачиваю этот телефон. Все реально. Видео моего лица, отпечатки пальцев на экране. И телефон теперь разблокирован. Вы видели, что телефон был заблокирован. Сделаем это еще раз. Снял? Разблокировка лицом. Мое лицо много двигается здесь. Это простое видео. Джек хочет снять это еще раз. Мы уже дважды это сделали. Итак. Снова. Благодаря видео. Не очень сложно это сделать. И это видео доступно публично, оно на канале, так что очевидно, есть куча людей, чье видео есть где-то у кого-то. Есть фотки, видео в папках и на ютубе, фейсбуке и в других местах. Я знал, что это возможно. Я читал об этом и раньше, что эта технология не очень-то безопасна. Определенно не настолько надежна, как то, что у Apple с Face ID. Но я думаю, что видеть это воочию, как лицо на видео, Unlatched Device. Кстати, на видео у меня более длинная борода, оно снято довольно давно. Блики, ламп, тени, кепка. И вы такие, вау, это кажется даже через чур. Просто. Так что появляются мысли о нужности этой технологии. У кого-то, может, не так уж много видео их лиц в интернете, и, может, их это не так уж и парит. Такая возможность. Но те из вас, кто более открытый миру, у вас чуть больше вашего лица в открытом доступе, может, вы обеспокоены. Если бы кто-то имел доступ к моему телефону и знал бы, что он мой, он смог бы разблокировать его, просто показав ему видео с ютуба на другом телефоне. Кто бы ты ни был. И это пугает. Конечно, это предупреждение. Это вопрос удобства. Вы должны понимать, что в погоне за удобством быстрого Face Unlock'а на S10, на S10+, и также в таких телефонах, как OnePlus, есть этот минус, что довольно просто взломать эту систему. Так что используйте ее с осторожностью, в противном случае используйте альтернативную верификацию с помощью отпечатка пальцев. Как в этом случае под экранным сканером. Он работает, но немного напрягает, что в Face Unlock взломать так легко. Я знал, что это возможно, но видеть это воочию немного жестко, скажу вам честно. Это разочаровывает. Продолжение следует...